Ну а мы, дорогие друзья, сейчас в прямом эфире будем еще раз окончательно, без поворота прощаться с зимой. Хотя, казалось бы, зима уже позади, уже день весеннего равноденствия прошел, да, уже и масленицу сожгли. Но, тем не менее, кое-что еще осталось. Дело в том, что в нашем мире модницы и хозяюшек окончательные проводы зимы – это когда Тимофей, когда хозяйка в доме убирает на хранение зимние вещи. И каждый раз это очень серьезное мероприятие, как сложить, куда убрать, чтобы все не помялось, чтобы занимало мало места. Ну а что ты бы все на хозяйку возложил? Кто-то вообще один живет, понимаешь, кто-то сам свои вещи убирает. В любом случае, для всех наших зрителей мы пригласили в студию организатора пространства Марию Лапину. Мария, доброе утро. Доброе утро. Каждый сезон одно и то же, я не знаю, там каждый апрель, когда все убирают, что нужно для этого процесса, чтобы нам же было проще? Вариант, когда все скидывается в одну кучу под диван, раскладывающийся, отвергаем. Отвергаем однозначно. В первую очередь нужно определиться с теми вещами, которые вы будете убирать, потому что в Санкт-Петербурге межсезонье длится у нас практически круглый год, и бывает, что теплые вещи мы можем использовать и летом, и осенью. И в июле. И в июле. Да, она нам понадобится. Мария, ну расскажите тогда, пожалуйста, вот о предметах, которые вы принесли в нашу школу. Какие-то коробочки, какие-то пакетики. Но однозначно мы понимаем, что зимние пуховики точно можно убрать на хранение. И вот, например, давайте сразу же возьмем зимний пуховик, он достаточно объемный, с капюшоном. Место вам предоставлю. Спасибо. То есть мы его оставляем не на вешалке, и вы его куда-то сейчас будете складывать? Если вопрос стоит в том, чтобы сэкономить место, и у нас, например, недостаточно места на вешалке, то мы его убираем. Для начала мы его застегиваем полностью. То есть полностью расправляем, застегиваем. Да, наша задача сделать из него квадрат с ровными краями. А, кстати, пуховик на пуху, пуховик на синтепоне, есть разница какая-то? Да, 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 квадрат, не квадрат. Их можно хранить одинаково, но степень его сжатости может регулироваться. То есть если это пух, то ему нужно больше простора. Если это синтепон, то мы можем чуть-чуть поплотнее с ним взаимодействовать. Слушайте, ну в водах пока все довольно-таки просто. Даже прямоугольник получился? Прямоугольник, да. Отталкиваемся от того, какая система хранения предусмотрена. То есть здесь размеры данного кофра разрешают нам использовать хранение в виде прямоугольника. Подождите, это он так шикарно ляжет один в коробку? Нет, мы его можем потеснить и взять, например, еще большой кардиган. То есть в принципе сколько помещается, столько и кладем. Да, в этом отличие от вакуумных пакетов, которые вот, например, можно посмотреть, как они сильно... Давайте мы сейчас доберемся и до них. А, вот, а я думаю, это какую-то плащ-палатку вы принесли. А что это такое? Что там внутри? Выглядит как чипсы. Чипсы из одежды. Это вот пуховая жилетка, она под вакуумом. А мы можем открыть и посмотреть, как она была в живом состоянии? Я знаю, это когда пылесосом вытягивается воздух, да, и вакуумно ты прячешь так вещи. Да, но на самом деле я бы не стала так восторгаться сильно этим способом хранения, потому что он подходит больше для краткосрочных передвижений. Например, вы поехали в отпуск, и вы понимаете, что время сжатости вашей одежды ограничено. Ну, день, да. То есть на сезон, на полсезона не стоит, да, ее складывать? На сезон не стоит, потому что это будет деформация ткани, поэтому вакуумные пакеты зафиксируют. Это мы продемонстрировали, как нельзя. А пылесос не нужен, то есть при помощи насоса, да, я так понимаю, можно? Это вот как раз-таки дорожная история, что вы можете взять с собой в дорогу, да, 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 да. Только раз. Тимофей, ты пока разбирайся. Качаю. Я вижу за спиной у Тимофея висит, признаюсь, моя шуба. Я ее не буду убирать никогда на лето, потому что, вы сами сказали, может быть так холодно. Но вот если кто-то убирает, как ее хранить? Ее мы также складем в коробку? Вот как раз-таки с шубами так не стоит поступать. Это искусственно, я сразу говорю. Не стоит поступать, потому что будут заломы так или иначе для шуб и тех тканей, которые, например, кожа, кожзам, мы храним на плечиках и вот в таких вот чехлах. Это как раз-таки те вещи, которые нужно выделить вместо шкафу и не нужно складывать. Вот так вот лучше искусственную шубу не упаковывать в коробку? Однозначно, нет. Так, Мария, мы знаем, что у вас валенки, валенки. Ой, да не подшипят. И там есть еще сюрпризы для наших зрителей. Расскажите, что в этом будет? Зимняя обувь, как хранить? И только ли валенки мы так складываем? Однозначно, мы понимаем, что валенки точно нам не понадобятся в предстоящие сезоны, и мы их уберем на несезонное хранение. Можем использовать вот такие вот кофры, короба, которые позволяют нам трансформировать их наполнение в зависимости от категории обуви, от его размера, потому что мужская обувь сапоги... Ну сколько сюда помещается? Я так смотрю, что они как барыня развалились здесь. Я вам покажу, в чем находится секрет. Если мы их вытащим из этого короба, то там есть еще второй слой. Ну сапоги обычно много места занимают, это правда их отдельно надо. И как раз таки вот это длинный сапоги. То есть здесь, давайте вот и покажем нашим зрителям, вот пожалуйста, сапоги. Я так понимаю, вы еще внутрь что-то положили, да? Да, 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 чтобы не деформировалось. А если просто по классике в обувных коробках хранить обуви? Тогда занимает больше места. Давайте, например, посмотрим, сколько можно места использовать, если все-таки без длинных сапог. Ну да, это были бы три коробки, а так мы все сложили, все вместе. Да. А, Мария, я знаю, я слышал точнее, что джинсы лучше хранить скрученными в трубочку. Что вы можете сказать по этому поводу? Мы их на лето-то не убираем. На джинсы лучше оставить, потому что они вам пригодятся и в летний сезон. Ну просто, скажем, отвлеченный вопрос. Тебе не в шортах будет ходить все лет. Да, кстати. Их можно скручивать в трубочку, опять же, это способ экономии места в шкафу. То есть, если у вас есть возможность шкафу повесить на плечики, на специальные, да, для... Ну якобы заломов не остается на них. В трубочку, ну и так экономится место в том числе. Я так обычно в чемодан, в трубочку все сворачиваешь и все перевозится идеально. Мария, вот смотрите, еще какие-то лайфхаки. Например, стирка перед тем, как все спрятать на летний сезон, ароматизация, антимоль мешочки. То есть, там много-много всяких моментов еще. А кстати, да, что положить? Что положить? У меня съела моль кое-что, поела. Шапсу? Нет, ну такие дырочки маленькие стали появляться. Значит, это хорошая, натуральная у тебя одежда. Спасибо. Для демонстрации вот как раз-таки я принесла показать вам мешочек. Туда можно положить любую либо ароматизатор. А это вот кусочек мыла? Это такой ароматизатор специальный, который, да, будет придавать вещам. Приятный запах, когда вы раскроете свое несезонное хранение, то... Но это специальный ароматизатор для вещей, не для шуб, не для пуховиков или для всего. Нет, это для вещей, только для вещей. Мария, теплые кофты вязаные, худи с начесом, ну вот то, что мы не будем носить. Есть какие-то лайфы? Они больше всего места в шкафу занимают и абсолютно непригодны для летнего ношения. Что с ними делать? Ну, опять же, вы определяетесь, нужны будут вам эти вещи? Не нужны. Не нужны, значит... Принципиально. Да, значит, вы их убираете и также к объемным вещам складываете и убираете в кофр, потом закрываете. Ага, вместе с пуховиками, все. Вполне, да, объемные вещи, и можно это все, чтобы не забыть, что вы положили в этот кофр, подписать. А, и кстати, тут такая чудо-машина у нас. А, да, 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 мы думали, это фотоаппарат. Это не про главное, посмотрите. Мы хотели с Людой уже на полароид пофотографироваться. Я могу продемонстрировать, как он работает. То есть здесь уже распечатана этикетка зимней вещи. Если, например, вы хотите написать, что будете хранить в худи и ванну, да, это не... Давайте, давайте прямо в эфире это сделаем. Давайте сделать худи, вот коротко. Элементарно мы пишем название. Слушайте, какая хорошая вещь, это все, весь дом можно обклеить. Худи нажимаем на зеленую кнопочку и... И вылезает. Подождите, подождите, брюки превращаются у нас. Все, пошло, пошло. Что там? Он застеснялся прямого эфира этот аппарат и началось. Ну, такое бывает. Все, ладно, мы напечатаем, а это и вам покажем, дорогие друзья. Благодарим нашу гостю, Марию Лапину, специалиста по организации пространства. Все, сегодня же начинаем запаковывать зимние вещи. Спасибо вам большое. Спасибо большое, спасибо.